Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Находилась в процедуре внешнего управления. За это время восстановить платежеспособность его не удалось. А задолженность предприятия выросла, отмечает в Кировском управлении налоговой службы. Налоговая пыталась взыскать с завода почти 60 миллионов рублей долгов по налогам. Сумма была погашена в октябре компанией АЭСПРОМ. Программа Экономика. 660 тысяч кировчан должны заплатить налоги до 1 декабря, а столько уведомлений направила налоговая служба в нашем регионе. Шестая часть из них в электронном виде. Она доступна в личном кабинете на сайте ФНС. Способов оплатить уведомления, как и получить их, несколько. В частности, можно воспользоваться банковскими терминалами, личным кабинетом на едином портале госуслуг, если пройдена идентификация пользователя, и личным кабинетом на сайте налоговой. Если уведомление не пришло, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Здесь также есть несколько способов. Лично направив письмо по почте или воспользовавшись интернет-сервисами. Далее информация от наших партнеров. Банки начали блокировать счета компаний и предпринимателей. Только по данным на конец сентября почти полумиллиону бизнесменов по всей стране пришлось столкнуться с отказом банков от сотрудничества. Это связано с действиями ЦБ, которые принуждают банки все полнее контролировать предпринимателей. С блокировкой можно столкнуться, если доля налогов и взносов, которые платит компания, менее 0,9% от ее дебетового оборота. Если компания не платит с расчетного счета зарплаты, НДФЛ, страховые взносы не оплачивает хозяйственные услуги. Как защитить бизнес от рисков, связанных с блокировкой, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. В целом все просто. Центробанк вынуждает банки отслеживать, сколько налогов платят компании, обслуживающиеся в этих банках. Как не впасть в немилость? Две основные рекомендации. Уплачивайте налоги, сборы, страховые взносы и таможенные платежи таким образом, чтобы они превышали 0,9% от дебетового оборота компании. Если у вас ООО, то, по мнению банков, у вас должны быть устроены сотрудники. Пожалуйста, обратите внимание на этот момент, чтобы блокировка счета не стала для вас сюрпризом. Как отмечает Татьяна Максимчук, банки могут блокировать счета при наличии условий для этого, а могут не блокировать. Это создает неопределенность. Когда есть неопределенность, лучше прибегнуть к услугам специалиста. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 24 70 79. Компания «Бухгалтер и я». Официальный доллар на сегодня вырос на 25 копеек и стоит 58,12. Евро 67,64. Он прибавил 43 копейки. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ.